В эфире новости Анапа. Регион в студии Сергей Корабельников. Здравствуйте. Итак, сегодня в выпуске. Сейчас пока предварительно мы сделаем грунтовую покраску. Винтажные фонари, кованые перилы и цветочные террасы. Вторая жизнь знаменитого пешеходного мостика через Анапку. Достал карточку, не надо возиться с мелочью. Передайте за проезд. В анапских маршрутках водится безналичная оплата. С тем же дресс-кодом, с теми же традициями, с теми же танцами. Мартовский бал. Ансамбль «Современник» готовится к встрече весны. Анапа действительно самое яркое солнце России. Международная выставка теперь уже, можно об этом сказать с уверенностью, удалась. Впрочем, впереди еще два дня работы. О дне первом в нашем специальном репортаже. Уважаемые друзья, выставка-ярмарка «Анапа. Самое яркое солнце России» открыта! Международная туристическая выставка собрала более 200 предприятий курортного бизнеса. Детские лагеря и здравницы, производители оборудования и продуктов для санаторно-курортной сферы. Анапа сегодня – динамично развивающийся курорт с отличными перспективами. В этом сходятся многие эксперты. Успех этой выставки – тому доказательство. Есть приглашенные организации, которые будут общаться с курортами нашего города. Но ту работу, которую они проводят, она необходима. Мы должны жить в тренде развития курорта. Мы должны общаться с нашими партнерами, даже внутри себя. Хотя мы являемся конкурентами, но мы подчеркиваем друг у друга самое лучшее. Особое внимание лечебно-оздоровительному сегменту. Именно здесь у нашего города есть довольно серьезный потенциал. А развивая это направление, Анапа должна прийти к формату круглогодичного курорта. Пример тому – санаторий «Делуч». Сюда приезжают отдыхать и лечиться со всей страны и зимой, и летом. Великолепная природа, лечебные грязи, климат и море – составляющие успеха Анапы. Этим Анапа цена, этим она абсолютно конкурентно способна. Потому что сейчас туристских комплексов комфортных немало. И у нас, и у наших коллег за границей. Но тех уникальных лечебных, медицинских методик, услуг практически нет нигде. А если и есть, то стоят они в 3-4 раза дороже. И сегодня, по мнению главы Анапы, необходимо готовить инфраструктуру под новые направления. В прошлом сезоне в Анапу приехало почти 4 миллиона туристов. Задача – не только удержать эту планку, но и заложить основу для дальнейшего развития. Сегодня вся наша работа направлена на то, чтобы иметь тех отдыхающих, которые едут к нам в Анапу, это бороться прежде всего за качество, качество предоставляемых услуг. Наш турист, он к нам ехал и будет все время ехать. Потому что мы делаем все для того, чтобы с каждым годом по чуть-чуть, по возможности улучшать и улучшать. Анапа, по словам Юрия Полякова, не должна потерять статус Всероссийского детского курорта. Однако нужно заниматься и развитием так называемого делового туризма. Курорт может стать великолепной площадкой для проведения конференций, форумов и выездных совещаний. Инфраструктура здесь понимается не только под какими-то объектами, но и в том числе речь идет о событийных каких-то мероприятиях, которые, будь то деловой туризм, выставочные мероприятия, у нас сегодня узкого направления нашего профильного выставка, но вместе с тем какие-то другие деловые мероприятия или развлекательные, они привлекают в межсезонье на те объекты, которые существуют к нам туристам. А впереди гостей и участников ждут научные конференции, круглые столы и мастер-классы. Предусмотрена и достаточно насыщенная практическая часть. Организаторы подготовили для всех желающих инфотуры. Международная туристическая выставка «Анапа. Самое яркое солнце России» продолжит свою работу до пятницы. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. В Анапе этим летом еще одной достопримечательностью станет больше. Буквально вторую жизнь приобрел знаменитый пешеходный мостик через Анапку. Он является частью Теренкура – тропы здоровья вдоль побережья длиной более 40 километров. Уже к этому сезону мост должен стать одним из самых красивых этапов этого пути. Вот так выглядел мост через Анапку меньше месяца назад. Во время поводка пришлось демонтировать часть сооружения. А вот так мост выглядит сегодня. По факту, его отстроили практически заново. Несущие конструкции были заменены, а снова усилена. Также здесь появились декоративное металлическое ограждение, новый настил и винтажные фонари, которые не только осветят переход в ночное время, но и станут настоящим украшением нового объекта. Пока он закрыт для эксплуатации, сейчас здесь идут покрасочные работы. А на входе перед мостом с обеих сторон появятся цветочные террасы. Спасибо Полякову, что мы дождались наконец-то все красивое в Анапе. Я очень довольна. Мне очень нравится этот город. Город-курорт. Впрочем, нынешний вид моста – это только часть работы. Полная отделка будет проведена ближе к лету. Будут у нас еще сделаны две арки на этом мосту декоративные, на которых будет потом установлена подсветка. И сейчас пока предварительно мы сделаем грунтовую покраску основы этого моста и полового покрытия. Ну, так как сейчас зима, поэтому мы немножко выкрутим ситуацию, чтобы немножко внешний вид был у него приличный, потому что мы уже как бы верх обновили, да. Мы сейчас загрунтуем его, а более теплую погоду уже ближе к сезону. Ну, конечно, уже ускроем уже более хорошей, значит, краской, которая будет достойно выглядеть. Все работы планируется завершить до начала курортного сезона. Теперь этот пешеходный мост имеет все шансы стать еще одной достопримечательностью Анапы. Руслан Душевский, Анапа-регион. Передайте за проезд. Возможно, совсем скоро эта фраза исчезнет из употребления в общественном транспорте. Ну, по крайней мере, в Анапе. По поручению Юрия Полякова, маршрутки будут оборудованы банковскими терминалами. Три из них можно будет оплатить проезд по безналичному расчету. Одними из первых новшеств оценила наша съемочная группа. Наличие такой наклейки в салоне автобуса указывает на то, что здесь можно оплатить проезд по безналичному расчету. Технология уже отработана. Процедура занимает считанные секунды. Очень удобно именно для пассажиров. В том смысле, человек, особенно приезжие, приезжают. Он достал карточку, не надо возиться с мелочью, сдачу отдавать и тому подобное, время терять. Пассажир прислонил карточку, сумма небольшая, списание идет мгновенно. Не отвлекаются на прием, на сдачу и тому подобное. И времени уходит намного, намного меньше. Автоматизированная оплата на общественном транспорте – это пилотный проект. Сейчас он запущен на 7 машинах 114 маршрута. Но к концу уже этой недели их количество существенно увеличится. В настоящее время планируется установить порядка 40 приборов в автобусах до конца этой недели. Ну и в дальнейшем будет эта работа продолжена. Планируем к началу курортного сезона оснастить весь транспортный состав данным составом. На безналичную систему расчета в самое ближайшее время перейдет весь общественный пассажирский транспорт. Терминалы установят все собственники автобусов. К началу сезона жители и гости курорта Анапа должны получить право оплачивать проезд по безналичному расчету. Никита Бойко, Руслан Душевский, Анапа. Регион. В марте в Анапе состоится весенний бал. Его организатором выступил ансамбль «Современник». Самому коллективу исполнилось уже 46 лет. Но он до сих пор актуален и современен. В этом убедилась Анна Жукова. Вадим Ништук сегодня попросту без фрака и бабочки. Это на 30 марта, когда в городском театре состоится самый настоящий весенний бал. Он отутюжил свой парадно-выходной костюм. Только туфли на заказ обошлись танцоры в 5000 рублей. Вся экипировка стоит десятки тысяч. Возможно, когда-нибудь его коллекция костюмов для латиноамериканских и западноевропейских танцев достанется по наследству сыну Пете. На паркет они ходят семьей. Для меня это интерес, для меня это увлечение, для меня это хобби. Бал, ну это своего рода реконструкция балов 19 века с тем же дресс-кодом, с теми же традициями, с теми же танцами. Балы проводятся в городском театре с 2014 года. Зимой в январе приурочены к новогодним праздникам и весенний будет в конце марта. Польки, мазурки, подыграсы, полонезы. Все делается в традиции балов того времени. Дресс-код для прекрасных дам и галантных кавалеров удовольствие не из дешевых. Но это того стоит. Такие зрелищные танцы редко где увидишь, говорят Ира и Жора. Так дружески называют двух танцоров самой старшей возрастной категории – сеньора. Ира – инженер железных дорог. Жора – каменотес. Ему 66. И на паркет с работы он не идет, а летит. Выпрямляется. Сразу становится, какой уставший не приходишь, музыку услышал и все налаживается. Слово «вальс» от немецкого слова «вальцер» кружится в танце. Это самый популярный танец Европы 18-19 веков. В Анапе века 21-го он не менее популярен. Сегодня Шопен, Лист, Чайковский, Глинка, сами того не подозревая, вальсируют тут, в зале торжеств городского театра. А также на других крупных площадках города, передавая любовь к классическому танцу уже другому поколению. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа-Регион. Смотрите нас на сайте anaparegion.ru, а сразу после новостей вас ждет специальный выпуск, посвященный международной выставке Анапа «Самое яркое солнце России». Оставайтесь с нами. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Не нарушайте скоростной режим. Берегите свою жизнь и жизнь своих близких.